Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет очередное видео из секонд-хенда. Блин, ну у меня слов нет реально, я не могу передать, как я люблю секонд-хенд. Какие прикольные вещички я там нахожу, и прям хочу скорее выйти в свет во всем этом. Первое, с чего я начну, это как раз-таки вот с этой, можно сказать, туники. Да, туника-платье, но для платья она коротковатая, как платье я ее показывать не буду. Я ее покажу как туника под джинсы. У меня есть офигенские джинсы, которые я не так давно купила. Они подходят под все, они резинка, то есть они смотрятся и как лосины, и как джинсы, очень прикольные. Поэтому сейчас многие вещи я буду мерить именно под эти джинсы. И вот прекрасно смотрится вот такая вот туника. Во-первых, что мне здесь понравилось, это цвет. Цвет необычный, я знаю, что мне эти цвета идут, и синий, и темно-зеленый, такие болотные красивые цвета. Я, видите, даже губы накрасила под это платье. Еще мне здесь очень понравился вырез. У меня на самом деле очень мало одежды с хорошим вырезом, и бывает хочется выглядеть как-то эффектно, сексуально, сделать выкат, как мы все любим, да, одеть там, может быть, лифт с пушапом как-то красиво. Вот, но у меня, к сожалению, очень мало одежды такой, и из тех, что есть одежда, она еще, и я ее еще и не ношу. Поэтому я такая думаю, опа, вырез, я сразу думаю об этом, что как-то красиво одеться сексуально, это вот оно платье. Плюс мои красивые цвета, которые подчеркивают мои глаза, блонд, да, внешность. Плюс тут очень необычный рисунок, вы это увидите, когда я вам покажу, небольшие стразики такие здесь. Ну, в общем, красиво очень, и я даже решила эту тунику выделить, и именно в ней снять видео. В общем, посмотрите, зацените. Музыка Музыка Кстати, в этот раз все мои покупки обошлись мне в 700 рублей. 700 рублей! Я купила, по-моему, около 7 вещей, получается 100 рублей одна вещь. И еще это хлопок, 100% натуральный хлопок. Не каждая вещь получилась в 100 рублей, потому что есть такие вещи, как я люблю такие вещи брать, потому что они ничего не стоят, ничего не весят, не знаю, рублей 50-20. Вот такая вот туника. Мне понравилось, цвет очень понравился, и то, что она легко, и то, что она легкая, сколько она весит. Честно говоря, часто я беру такие легкие вещи, именно потому что они мало весят, во-вторых, они мне нравятся, и если классные цвета, у меня, например, была туника, которая тоже в секунде купила, зеленого цвета, да, я в ней проходила все лето, она шикарная вообще. Этим летом что-то я ее не одела, потому что у нас дожди, какое-то лето, не лето, не пойми. Ну, в общем, у этой вот тунички, туничка-блузочка, тоже очень красивый, шикарный цвет, и я ее сразу примерила под белые шорты. Смотрится идеально. Давайте, раз мы уже начали туники, всякие топы, да, вот еще один топ, который мне понравился. Блин, как я обожаю вот эти всякие стразики, бусины, вообще не могу пройти мимо, у меня до сих пор пайетки, я уже вот так руки себе отбиваю, да, хватит, у меня же столько платьев в пайетке, я хоть один раз одела какое-то платье? Нет, ни один раз не одела. Все думаю, вот туда, наверное, или туда. Фирму буду показывать только если фирма хорошая, которую я знаю. Вера Мода, натуральный хлопок, без бретель, без ничего, серый топ, он мне отлично подходит, серый цвет, и вот такие красивые, тоже можно сказать, пайетки по груди. Очень красиво, сочетать это можно и с джинсами, и с шортами, заправлять в шорты, и на выпуск с шортами, в общем, посмотрите, я под разные шорты померила все это, и под джинсы, посмотрите, какая прикольная вещь. А сколько она весит? Она вообще тоже очень тоненькая, рублей 50 она и стоила. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте еще, если мы уже начали про Вера Мода, вот еще Вера Мода, хорошая фирма, на самом деле, мне она нравится, это тоже Вера Мода, тоже натуральный хлопок, очень классная, необычная, такая этническая, да, наверное, этника, этническая юбочка со змейкой, то есть она не просто на резиночке, я даже этой змейкой, честно говоря, не пользуюсь, я ее не отстегиваю, застегиваю. Здесь просто резиночка, прекрасно все одевается и очень красиво смотрится. Какую-то футболочку, белую маечку, вообще очень круто, вот такая классная юбка. Знаете, что мне еще нравится, об этом я же не устаю повторять, что именно в секунде я могу что-то взять, что, например, я не всегда ношу, но мне очень хочется поносить, или чтобы у меня эта вещь была. Вот юбки, например, я вообще не ношу, у меня очень мало юбок, и идти куда-то в хороший магазин, покупать дорогую юбку, прям, знаете, жаба душит, потому что знаю, что не буду носить, она будет просто лежать. Поэтому для меня секунд спасение в том смысле, что, о, классная юбка, хотела такую, вот она у меня есть за 100 рублей, да, и вот она будет лежать, может, один раз я ее куда-нибудь надену, но класс, что она у меня есть. И расцветка прям классная. Продолжаем топы. Бусины пайетки нас не оставляют, смотрите, какой топ. Кстати, фирма, сразу скажу, фирма, не знаю, что за фирма, надо посмотреть. Пи-е-кес, пи-е-кес, как-то вот так, смотрите. Надо узнать, что за фирма, ну, не знаю, мне кажется, какая-то прикольная вещь, честно говоря, потому что сделана она сплошной такой вот резинкой, нигде нет ни одного шва. С одной стороны все в таких пайетках, с другой стороны нет. Одевать ее можно как топ, как платье и как юбку, то есть она, в принципе, какая-то универсальная такая вещь. И вот эти пайетки, они, конечно, обыгрывают очень хорошо. Я как-то не помню, как называется эта фирма, очень дорогая, на самом деле, у меня было платье как-то оттуда и маечка была оттуда. Когда я как-то зашла оттуда, спросила, сколько стоят колготки, они там 7 тысяч, что ли, стоят, ну, Волфорд или как-то вот так вот называется. В торговых центрах сейчас у нас есть эта марка. Вот очень похоже, вот если убрать эти пайетки, хотя у них, может быть, и с пайетками что-то есть, убрать эти пайетки, и вот тебе, пожалуйста, вот этот топ, который там 20 тысяч стоит, 100%. Короче, класс. Ну, а пайетки и бусинки, вот, пожалуйста, вам и пайетки наверху, и бусинки по всей. Такая прям, знаете, кольчуга, тяжеловатая такая, но мне кажется, что она вообще просто универсальная тоже вещь. Под джинсы, под белые брюки, вот, я померю под белые шортики и под джинсы черные тоже померю. Очень классно. А сюда еще, знаете, если кто лиф не любит, без лифа вообще ничего не видно, что ты с лифом, без лифа. Классная такая штука вообще. Мне очень понравилось, и мне кажется, и на повседневку можно, и на какой-то выход, на какое-то мероприятие. Очень красиво, достойно, не вычурно, то есть оно не выглядит, знаете, там, Ох, куча бусин, очень что-то ярко. Нет, она очень сдержанно выглядит, это круто. И вот она тяжеловатая, возможно, вот она стоила все 150 рублей. Музыка. 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 следующий топ вот такой вот легкие размер с пальма тут нарисованная какая-то да это только на пальмах в общем вот эта вещь тоже ничего не стоит наверное рублей 50 вытянула мне но всегда когда смотрю на такие вещи я беру вы наверняка уже видели там оранжевая у меня косточка была с черепом тоже по бокам вот такие большие вырезы здесь просто завязывается я не знаю лекала проще простого но мне почему-то нравится именно значит черный топ отдела вниз сверху эту кофточку это вообще считаю одета на самом деле все везде продувается все кайфует и вот мне понравилась расцветочка серенько опять же серая с белым не очень нравится плюс этот необычный дизайн одежды да и легкая одела поток побежал чуть-чуть не весь вот такие вот покупки в секонд-хенде были в этот раз я невероятно счастлива я каждый раз радуюсь реально это я вам скажу такая некая таблетка для шапоголиков если вы любите вещи если вы скупаете все подряд возьмите себе такую игру вот я на самом деле играю мне это очень нравится возьмите себе такую игру найдите в вашем городе секонд-хенды какие-то по что не все секонд-хенды на самом деле одинаковые вот у нас здесь есть такая сеть этих секонд-хендов и я туда хожу на самую конечную распродажу потому что если идти когда не распродажа то это может быть дороговато для секонд-хенда тем более а я люблю ходить на конечную распродажу когда реально каждая шмотка получается 50 100 рублей и вот эти деньги не жалко это знаете как развлечение то есть ты платишь например тысячу рублей за какое-то развлечение да ты идешь там в кинотеатр на вип-зал какой-то платишь тоже эту тысячу полторы рублей вот сделайте себе развлечение квест для шапоголиков это такая таблетка берете тысячу рублей находите какой-то секонд-хенд именно чтобы вот достойный был да не за облачные цены потому что есть такие и все и идете покупайте на эту тысячу рублей прям находки такие находки чтобы подруге показать чтобы она сказал нифига за 100 рублей ты купила такое охренительное платье ты уже сразу думаешь фотосессия ты уже сразу думаешь как ты выйдешь такая вся яркая красивая я потом эти вещи кому-то подарить например я очень часто покупаю что-то и думаю буду носить буду носить потом она лежит лежит и я кому-то дарю человек очень счастлив на самом деле ну дарю кому-то из своих близких кому нравится кто хочет носить или отдаю в деревню знакомым людям у которых допустим нету денег там что-то приобретать тут я поносила видео показала и вот от меня принять такой подарок кому-то очень приятно поэтому секонд-хенд распродажа мне кажется это отличная классная вещь развлечения кому-то даже необходимость у кого нет финансов допустим покупать какую-то дорогую хорошую одежду секунди можно купить брендовые фирменные одежды за очень маленькие деньги и я сама такое могу носить и радоваться и реально испытывать счастье невероятное все мои хорошие я была рада вам все это дело показать если моё видео было для вас интересным обязательно ставьте лайк напишите в комментариях что вам понравилось что вам кажется мне вообще супер-купер идет я обязательно в этом сделаю фотосессию какую-нибудь в инстаграме подписывайтесь на мой инстаграм обязательно там я пою кстати сейчас зарегистрировалась в тик токи и делаю всякие видюшки и всех их в инстаграм отправляю какие-нибудь классные прикольные тик токи я записана также как и в инстаграме сели на свои также в ютубе поэтому если вы зарегистрированы в тик токи то можете ко мне туда добавляться все мои хорошие я вас люблю целую прощаюсь до следующего видео пока пока а